Совершенно новый формат библиотеки реализуется по всей России в рамках национального проекта «Культура» и разрушает привычные стереотипы. Центральная городская библиотека имени Мерзликина в Новоалтайске действительно меняет представление об устоявшихся канонах подобного вида учреждений. Здесь можно не только почитать, но и, к примеру, покачаться, поработать за компьютером или вовсе побывать в виртуальной реальности. В общем, все для молодежи. Мне было интересно отметить, это данные по итогам предыдущего года, что из прироста читателей значительный процент, более 30% составило именно молодые люди в возрасте до 35 лет. Поэтому да, молодежь читает, но чаще, наверное, читают дети, молодежь студенческого возраста и, конечно, люди, которые уже не так загружены работой. Фон здесь тоже обновили, докупив более тысячи новых изданий. Среди них есть, к примеру, книги для геймеров. Для некоторых жанров организовали даже отдельную комнату 3F. Факты – фэнтези-фантастика. Другая интересная особенность – это освещение. Торшеры и люстры выполнены в необычных формах. И не только приковывают взгляд, но и создают для него максимально мягкий и комфортный свет. В Новоалтайске – это уже вторая библиотека нового поколения, сделанная в рамках нацпроекта «Культура». На ее переоборудование было выделено свыше 9 миллионов рублей – 5 из федерального бюджета и 4 из городского. Оно того стоило, считают постоянные читатели, которых здесь более 7 тысяч. У меня было ощущение, как будто бы я попала в машину времени, как в научно-фантастических фильмах. И из советской эпохи вдруг переносишься в современный мир. Ощущение было, я помню, когда гуляешь по улицам Москвы и вдруг заходишь в какое-нибудь помещение. И вот здесь было точно то же самое чувство, когда ты гуляешь по Новоалтайску, а здесь вдруг заходишь и оказываешься как будто где-то в Питере или в Москве. Всего библиотек нового поколения созданных по нацпроекту «Культура» в крае 6. Еще два подобных обновленных учреждения появятся по региональной программе в Первомайском и Зональном районах уже до конца года. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.